Еженедельно о самом главном. Смотрите 7 дней на ТНВ. Звуки клаксонов и двигателей вновь звучат здесь после 10 месяцев перерыва. Столько дорожные строители капитально ремонтировали почти 3 километра хлебного проезда. Символично первым по нему проехал КАМАЗ предприятие по производству хлеба. Дороги очень хорошие, очень нравится. Приходим на работу с удовольствием и уезжаем с работы тоже так же. Как раз для заводов этот проезд имеет чуть ли не стратегическое значение. Обновленная дорога ведет сразу к трем крупным предприятиям. А значит такая транспортная доступность скажется и на их производительности. Город Щелуны это наверное самый большой тостер, который принято решение федерального правительства. Поэтому это тоже дополнительные возможности привлечения инвесторов, инвестиций. И я уверен, что сегодня есть все возможности, чтобы город просветал, развивался. На пути к этому, на пути Автограда только в этом году из республиканского и федерального бюджетов выделено больше 2 миллиардов рублей. Результаты таких вложений можно увидеть на улице 40 лет победы. После реконструкции она связала 4 жилых микрорайона. В нашем городе проводятся масштабные работы, вы все видите, по приведению дорог в нормативное состояние. Каждый год более 2 миллиардов рублей выделяется городу на то, чтобы привести дороги в хорошее состояние. И результаты этих работ в первую очередь оценивают автолюбители. Сегодня в Набережных Чунах финишировал автопробег Made in Tatarstan. Его участники на машинах татарстанского производства проехали по городам-флагманам машиностроительной отрасли республики. Пробег начинался в городе Казани. Посетили такие города, как Зеленодольск, Альметьевск, Нижнекамск. И вот сегодня мы в Набережных Чунах. У него и крово. Да. Камазы, грузовики, коммунальные, сельхозтехника и легковые автомобили. Все, чем славится машиностроение Татарстана, сегодня увидели Чуны на выставке. Наше производство и разработки признаны сейчас во всем мире. Салават Мухумадуллин и Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Чуны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова